здравствуйте к сожалению но наша жизнь не состоит из одних только белых полос подчас мы сталкиваемся с очень печальными ситуациями когда нам катастрофически нужна помощь и в таких ситуациях на помощь нам приходят социальные работники а там какую функцию они выполняют о том что нового происходит в социальной сфере латвии нашего города любимого даугавпилса мы поговорим с заместительным руководителя даугавпилска социальной службы рима вавиловой здравствуйте здравствуйте ну а пока я предлагаю посмотреть выпуск новостей на заседании комитета по гражданской обороне все стороны пришли к соглашению о строительстве убежищ с государственным статусом в оперативном порядке об этом сообщил министр внутренних дел латвийской республики рихард козловский еще весной в отчете мвд было указано что для ремонта или создания убежищ в латвии необходимо как минимум 98 миллионов евро планируется что это будут убежища 3 категории которые предназначены для укрытия от воздействия взрывной волны радиационного заражения от летящих объектов таких как осколки пули или обломков зданий или же битого стекла даугавпилсе пока на статус потенциального убежища могут рассчитывать 8 подвальных помещений расположенных зданиях находящихся на балансе самоуправлением например для создания полноценного убежища специалисты сочли приемлемым подвалы бывшей 6 основной школы имени яниса волейбольной школы на кандово со государственной гимназии а также здание в котором ранее располагался латвийский банк но в случае возникновения чрезвычайной ситуации этих квадратных метров конечно же недостаточно чтобы принять большое количество людей поэтому эксперты призывают жителей привести в порядок подвалы своих многоэтажек мы призываем жителей обследовать погреба своих многоэтажных домов таким образом жители многоэтажек также смогут принять участие в обустройстве мест безопасной эвакуации получив последствия познавательный знак и если жители выскажут такую инициативу то они смогут обратиться в самоуправление или пожарно-спасательную службу после чего уже специалисты оценят предлагаемые подвальные помещения и если они будут соответствовать всем критериям то там можно будет создать убежище но как отметил карлис расис сегодня в этом вопросе активность горожан не наблюдается для справки к середине августа было установлено что из 1 911 проверенных объектов по всей стране только 259 полностью соответствует установленным требованиям для организации там убежище 818 только частично все эти объекты могут вместить порядка 373 тысяч человек последние годы ремонт городских улиц проходит весьма активно причем фронт работ обширный начиная от текущих ремонтов и заканчивая более масштабными работами которые предусматривают реконструкцию дорожного полотна и вот теперь очередь дошла еще до трех объектов так в четверг на очередном заседании до выпуска городской думы депутатам предстоит рассмотреть вопрос о взятии долгосрочных кредитов под определенную ставку в госкассе на 20 лет на общую сумму 821 300 евро речь идет о реализации трех проектов связанных с модернизацией дорожной инфраструктуры в микрорайонах химия грива и колкуна они будут реализованы в рамках программы по асфальтированию городских грунтовых улиц и так ближайшие два года городской муниципалитет намерен произвести реконструкцию участка улицы бри вебес от пардаугавс до айвекстес а также улицы кастаню от вишки до пломью 32 и улицы тыргеню от улицы думу до тыргеню 69 самым дорогостоящим из этих трех проектов станет реновация дорожной инфраструктуры на улице кастаню здесь строительные работы обойдутся в 398 тысяч 15 евро в рамках реконструкции этих объектов на всех трех участках вышеупомянутых улиц будут построены новые канализационные сети м сеть уличного освещения сами же улицы будут заасфальтированы появятся здесь и тротуары а на улице кастаню большая автостоянка для нужд жителей этого района города работы по проектированию всех трех объектов были завершены еще весной прошлого года после чего успешно был проведен тендер на право выполнения строительных работ так что теперь когда будет получено финансирование работы начнутся незамедлительно скорее всего это случится в октябре или ноябре этого года после чего зимой строители уйдут на технологический перерыв софинансирование самоуправления по всем трем проекта составит порядка 100 тысяч евро а большая часть суммы по завершению строительных работ на объектах и сдача их в эксплуатацию будет получена из других источников сегодня для дагубского спортсмена юрия семёнова в париже начались вторые в его жизни паралимпийские игры которых он примет участие и будет бороться конечно же за золото в соревнованиях по плаванию наш спортсмен примет участие в четырех дисциплинах 50 метров вольным стилем 100 метров на спине 50 метров батрифляем и 200 метров комплекс на плавание как мы уже сказали для юрия семёнова это уже вторая паралимпийские игры впервые в соревнованиях такого уровня он принял в 2020 году в токио за его плечами также чемпионаты мира и европы на которых он себя зарекомендовал как стабильный спортсмен достигающий высоких результатов пожелаем долгополчанину юрию семёнову успешных стартов ну и конечно же будем болеть за других латвийских паралимпийцев диану круменю айнгара аппиниса эмила дилна краевы максимса маргариту конопка рихарда с никуса и оскар гарриша даугополс является одним из лидеров по числу голосов кто претендует на почетное звание самое дружественное самоуправление для семей основными конкурентами для нас на данный момент являются балска и лузенское краевые самоуправления но до 9 сентября еще есть возможность вывести даугополс безоговорочные лидеры проголосовать за свое самоуправление можно на сайте vietagimene.lv таким образом повлияв на результат конкурса и предоставив своему самоуправлению золотой билет который будет гарантировать ему выход в финал конкурса каждый житель может принять участие в голосовании только один раз победители конкурса будут объявлены на торжественной церемонии 28 ноября в салдусе но обладатель звания самое дружественное для семей самоуправления латвии 2024 года получит денежный приз в размере 20 тысяч евро социальная сфера в латвии первая тема нашей сегодняшней программы расскажите нам какие новости потому что наша жизнь мне кажется настолько стремительно меняется что-то каждый раз вводится новое что-то добавляется из старого из чего сегодня состоит наша социальная жизнь данный момент у нас за последнее время с начала года никаких основных изменений не произошло все что могло произойти все произошло в начале года когда у нас менялись пороги для статуса малоимущих и малообеспеченных поэтому сейчас мы работаем уже с теми за 8 месяцев устоявшимися нормами до в законодательстве когда поменялись уже эти пороги и наверняка следующие изменения тоже произойдут в начале следующего года что касается таких проектов дата здесь да у нас есть небольшое долгожданное событие где в качестве помощи в качестве поддержки и реализации необходимых для человека с функциональными нарушениями нужда мы участвуем в проекте где 11 домов будут благоустроены для того чтобы люди с инвалидностью у которых есть проблемы с передвижением которые возможно передвигаются в инвалидном кресле могли бы получать и лучше себя чувствовать как в обществе потому что смогут выйти из дома да не нужно будет преодолевать препятствия ступенек да и также в рамках этого проекта можно будет сделать именно среду для человека внутри его дома то есть можно допустим будет сделать ваннук комнату чтобы человек может мог в для него необходимой площади да для нему необходимые среде обеспечить свои основные потребности но это так здорово и вот сейчас я недавно читала новость о том что до предприятием например города присвоены специальные значки что они доступны для инвалидов я так понимаю что это тоже такой своеобразный шаг в сторону людей с особыми потребностями до этого шага мы уже довольно давно ждали да потому что несмотря на то что многопилское самоуправление по обязывающим правилам тоже имеет такой вид пособия до такой вид помощи и людям с ограниченными потребностями тем которые у которых проблемы с передвижением но который довольно активны которые участвуют в общественной жизни да и которые хотят выходить из дома и быть полезными допустим другим также реализовать свои какие-то идеи и развиваться да у них появилась дополнительная возможность рамках данного проекта но нужно забывать что долгопилское самоуправление об этом думала всегда и раньше да но к сожалению так как у нас лимитированный бюджет каждый год мы не могли охватить допустим очень много людей которые нуждаются в данной помощи и реализовать их потребности в данной среде я весной разговаривала с андрисом онзулсом я думаю вы хорошо его знаете в социальной службе человек который мне кажется действительно делает мега большой объем помощь людям с особыми потребностями и вот вместе с ним сейчас социальная служба реализует сразу две очень важные актуальные услуги это социальное такси и это перевозка лежачих в лечебные центры не только даугов пелса даже не латгалии а все латвии да это у нас новинка тоже которая вступила в силу с начала этого года и в связи с претендентами которые были у нас закупки то андрис у нас выиграл в этой закупки да и он наказывает его предприятие оказывает эту услугу как социального такси так и перевозка именно вот лежачих людей кому нужно быть допустим прибыть на прием к врачу в ригу или в другое самоуправление на какое-то обследование да эта услуга у нас очень актуальна на очень требовал пользуется спросом и иногда к сожалению нам приходится отказывать людям потому что спрос ну уж очень большой и на такой спрос мы может быть даже не рассчитывали изначально когда водили эту возможность ну в следующем году примем во внимание наверное что-то увеличим в этом направлении а а кто может претендовать на эти услуги вот я и про социальное такси и перевозку лежачих пациентов и как можно получить эту услугу на венебас 8 в 11 кабинет можно обратиться также можно обратиться по номеру телефона 65 54 23 700 и секретарь соединить с нужным социальным работником клиент может рассказать куда ему нужно когда ему нужно также нужно будет прийти написать заявление или если клиент не может сам прийти то мы организуем социальный работник сам придет клиенту за этим заявлением или может законный представитель подать заявление за этого клиента рассмотрим нужно будет также предоставить документ подтверждающий что этому человеку действительно необходимо данное лечебное допустим учреждение да это может быть направление на какую-то манипуляцию или какой-то подтверждающий мероприятие документ или справка но вы активно работаете не только с людьми с особыми потребностями вы активно ведете работу с пожилыми людьми и у них как раз таки очень часто встречается вот этот вот нехватка денежных средств потому что пенсии ну мягко говоря не самые большие да а трату не хватает это лекарство и походы к врачам и оплата коммунальных услуг как идет работа с этой группой клиентов да именно пенсионеры наверное занимают можно так сказать большую часть по статистике наших клиентов да поэтому и мы уделяем особое внимание потому что понятно что был инфляция сумасшедшая до ценные на услуги на товары везде растут к сожалению в пенсии не так быстро поднимаются и растут до как хотелось бы поэтому у нас по статистике очень много именно персон которые имеют статус мало обеспеченной и которые являются пенсионеров и пенсионерам таких у нас более четырех тысяч четыреста в городе да что касается семей которые в которых допустим живут два пенсионера или пенсионеры и персон с инвалидностью то таких у нас около 920 в городе что если суммировать эту цифру практически более 5000 да у нас вот таких жителей имеется в самоуправлении им оказывается да также возможно какие-то консультации на потому что зачастую люди не знают куда им обращаться где еще кроме социальной службы можно получить какую-либо помощь или поддержку на поэтому доведется работа как в направлении оказание как материальной помощи так и работа то которая может быть не вооруженным глазом не видно да то что касается решения социальные проблемы а вторая тема нашей сегодняшней беседы это нужды клиентов сейчас мы поговорим о нуждах ваших клиентов вот вы назвали что основная группа все-таки клиентов это люди пожилые а на втором месте кто это люди с особыми потребностями одинокие многодетные семьи дети сироты ну на втором месте все остальные их у нас очень много потому что мы работаем с очень различными категориями клиентов начиная с допустим детей сироты заканчивая людьми которые были жертвами насилия или сами совершали допустим насилия также вы возможно персоны после мест заключения люди у которых нету жилья до бездомные и так далее поэтому как таковая основная категория клиентов возможно у нас их больше всего это пенсионеры остальные наверное делится пропорционально потому что мы в принципе одинаковый подход создаем каждому клиенту да и стараемся обеспечить всем необходимым непосредственно тех кто в этом нуждается но остальные тоже требуют и внимания и требуют также возможно углубление свою ситуацию чтобы предоставить для них какую-то услугу которая также может пойти на пользу и обществу на базе социальной службы уже много лет работают социальный дом социальный приют есть кризисный центр вот для каких категорий предусмотрены эти учреждения но вообще у нас всего 11 структурных подразделений до социальный дом да это дом где социальное жилье снимает определенное количество и определенный вид клиентов до те которые немножко у которых немножко может быть ситуация лучше чем у всех у которых в социальном приюте те которые уже умеют самостоятельно справляться с какими-то своими потребностями нуждами и проблемами но которые еще возможно не настолько готовы к самостоятельной жизни в квартире самоуправления у которых может быть настолько большой доход чтобы обеспечить плату за аренду жилья или за коммунальные услуги в приюте да это наверное самое такое первое место куда с чего все начинается если у человека нет вообще ничего ни жилья ни дохода и он не знает как выбраться из всей этой ситуации решить свои проблемы и так далее да приют это именно то место куда попадает человек может быть без определенного места жительства или человек которого выселяют из жилья да и с ним проводится определенного вида работа чтобы он какой-то степени стал на ноги и чтобы он уже самостоятельно мог идти дальше и что-то как-то развиваться насколько они востребованы эти два учреждения и социальный приют и социальный дом социальный приют что находится у нас по адресу шаура 23 там более 200 клиентов и у нас на шаура 23 в этом же здании еще есть ночной приют да то есть те кого есть некоторые категории людей которые не под каким предлогом не стараются лучше свое как материальное состояние да как может быть даже не хотят улучшать вообще свою жизнь и к чему-то ни к чему не стремятся поэтому для того чтобы человеку переночевать для того чтобы человеку было хотя бы одноразовое питание или двухразовое питание предусмотрено да они приходят в ночной приют могут переночевать с утра позавтракать вечером поужинать да и дальше в свободное плавание отправляются также вы упоминали кризисный центр до в кризисном центре у нас находятся те семьи которые попали действительно в кризисную ситуацию это могут быть семьи семьи и после пожара в своем жилье да когда им некуда идти некуда обратиться за помощью когда у них не осталось в принципе ничего и когда они находятся в таком состоянии когда помощь им априори нужна потому что они потеряли все и не знаю чего начинать свою жизнь заново да также там на данный момент у нас находится несколько многодетных семей с украины да потому что ли в летнее время те же тоже лесом управления которые они снимали сдается под лагеря до для детей поэтому они их на какое-то время нужно было куда-то определить поэтому вот нескольким семьям с украины тоже получают услугу кризисного центра и эти семьи многодетные там принципе можно получить не только услугу как социального работника как можно получить в принципе жилье и крышу над головой да но так и помощь психолога ну на самом деле вот бытует у людей такое мнение что вот улица шаура где вот находится как раз и кризисный центр и и социальный дом социальный приют чуть ли не самое опасное в городе потому что там можно встретить вот этих вот лиц без особого места жительства но ведь мне кажется что чтобы туда попасть там тоже надо соблюдать определенные достаточно строгий перечень правил в том числе отсутствие состояния в определенном состоянии это должен быть без воздействия каких-нибудь наркотиков и при этом до определенного времени да у нас есть экшерс карты в основном тейками в каждом из наших мест оказания услуги да однозначно там нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения но иногда она шаура 23 в приют к нам привозит муниципальная полиция людей которые хоть немножко но под воздействием и также палата интоксикации которая находится в токопилской региональной больнице она принимает людей с определенными можно так сказать промиллями в определенном состоянии но зимой когда человек еще не в той кондиции чтобы чтобы он попал в палату интоксикации да но на улице в морозом остаться не может конечно мы принимаем таких людей ночной приют несмотря на то что у них есть какие-то определенные определенное потребление алкоголя да и поэтому до охранники тех жителей которые вы там постоянно живут проверяют досматривают потому что распитие напитков или употребление каких-либо запрещенных веществ запрещено в нашем приюте или ночном приюте поэтому все проходят контроль но иногда наши клиенты настолько изумительно владеют искусствами куда и что можно спрятать и как что можно пронестишь потому наши работники иногда бессильны увы но вот как раз с этими людьми и не только с этими с принципе со всеми клиентами социальной службы работает социальный работник который становится не просто помощником другом и это наша третья тема сегодняшней беседы вы в рамках нашей беседы уже неоднократно упоминали социального работника а что входит его функция действительно ли он в большинстве случаев становится не просто помощником а другом но априори социальный работник не может быть другом потому что цель социального работника это оказание качественные услуги это социальный работник это ресурс который может воспользоваться клиент чтобы во первых решить свою социальную проблему и во вторых социализироваться в обществе на поэтому социальный работник это ресурс и да есть работники которые которым клиенты может быть больше привязываются да но это наверное зависит от каждого человека до как кто-то может быть как-то сердечнее выполняет свои обязанности до рабочие и более открыт и расположен или может быть человек который выполняет свои обязанности настороженно потому что вы понимаете какие у нас категории клиентов да и осторожность никому не помешает в данном случае но да есть те люди которые может быть одиноки и хотят какой-то дружбы поддержки и так далее да но мы априори выполняем работу да мы можно так сказать чиновники а поэтому никакой дружбы между клиентом и соцработником быть не может мы поможем мы сделаем все необходимое чтобы помочь клиенту вывести его может из того состояния в котором он находится в безысходности да но другом к сожалению социальный работник или к счастью никогда не может а скольких пример на клиентов обслуживаться один социальный работника ну в день например ну плюс-минус если говорить именно о социальном работники то к нему на прием приходят ну разное количество у нас есть много отделов до различные отделы по своей степени предоставление или услуг или помощи да поэтому конечно в отдельной материальной помощи клиентов в день очень много но там выполняется совсем другая функция чем в отделе социальных услуг где клиентам именно нужна помощь в конкретной ситуации когда у работника совсем другой подход к работе непосредственно другие обязанности не только рассмотрение заявлений но еще и оценка всей степени допустим тяжести ситуации клиентов которые находятся поиск различных вариантов помощи этому клиенту различных институтсий различных методов и так далее да поэтому каждый и так как каждый человек индивидуален как так как у каждого есть свой подход каждый рассматривает случай или оказывает помощь рассматривает заявление тоже определенное количество времени могут быть какие-то также подводные камни до у клиента вот он сегодня пришел написал заявление он тебе рассказал одну историю ты потом начинаешь все за и против рассматривать и смотришь что здесь что-то не сходится ты ему звонишь начинаешь у него переспрашивать какие-то конкретные подробности и выясняется что на самом деле ситуация не такая как изначально была преподнесена и себе нужно перестраивать эту работу заново да соответственно конкретного может быть такого времени рассмотрения заявления или конкретного времени на решение социального случая у нас нет потому что каждый клиент у нас индивидуален каждый случай индивидуален каждому случаю нужно свое время есть даже у нас такие случаи которые у нас с апреля месяца тянутся можно так сказать да потому что связи с тем что некоторые институты или неохотно идут на контакт или выжидают время которое в связи с законодательством на запрос месяц до можно в течение месяца дать ответ поэтому некоторые случаи да вот у нас есть случаи которые длит длятся уже несколько месяцев и в принципе которые еще не разрешены и человеку нужна помощь здесь и сейчас но в связи с тем что мы не получаем какой-то информации от структур и от учреждений которые должны помочь раньше чем мы мы этому человеку оказать помощь или услугу не можем то есть и здесь бюрократия да как насчет людей с особыми потребностями пенсионеров одиноких которые может быть не выходят из дома им на помощь тоже приходит социальный работник до одна из наших структур это а пропис мая сберой данным данное бюро обслуживание на дому она оказывает услуги где конкретная персона это а пропитая она приходит к человеку и помогает допустим сделать какие-то домашние дела помогает в уборке помогает в приготовлении еды помогает принести дрова или почистить снег на территории до этим тоже у нас занимаются именно а пропитой у нас еще раз повторюсь вот моя сапруп из берой одна из структур которая непосредственно занимается работой с данной категории с данной с данными людьми чтобы обеспечить их всем необходимым мне кажется это так такое такая колоссальная работа которую они все проделывают потому что но эта работа с людьми и люди подчас бывают дробожелательными бывают очень злобным злобными озлобленными да и с каждому нужно найти этот подход под каждого нужно подстроиться и я так понимаю что наверное вакансии социальный работник не самая востребованная дело в том что в именно в нашей профессии в социальной службе очень большой синдром профессионального выгорания когда человек работает только с проблемами и когда на протяжении несколько месяцев лет работаешь только с проблемами не видя никакого позитива ты со временем начинаешь выгорать до своей деятельности ты уже возможно не видишь какой-то неблагодарности от клиентов да потому что зачастую клиенты воспринимают это как должное вот есть социальный работник он все решит он должен разрешиться а я там вот пойду погуляю все равно будет все сделано да поэтому да у нас очень большая степень профессионального выгорания и конечно работники в поисках лучшей работы уходят но чтобы получить социального социальное образование необходимо трудиться учиться и таких людей с этим образованием довольно мало да поэтому штат социальных работников на данный момент у нас укомплектован но у нас есть вакансии непосредственно в пансионате в центре социального ухода на 18 новом бра 354 а мы ищем апру птаев и у нас на данный момент две вакансии на постоянное время и три вакансии на место больничных или отпусков постоянных работников я так понимаю что обо всем этом тоже можно узнать и в самом в самой социальной службе и у вас на сайте соц.д соц.д.лв правильно да правильно спасибо вам огромное за беседу а мы прощаемся до новых встреч в эфире а и Редактор субтитров А.Семкин